Здравствуйте! Сегодня мы с вами посадим семена арбузов. Итак, что же вы должны помнить, прежде чем посадить рассаду арбузов? Арбузов в средней полосе выращиваются только рассадным способом. Рассаду мы высеваем где-то середина-начало апреля. То есть высадка рассады в грунт должна составлять вас от 25 до 30 дней. То есть раньше, конечно, бы нежелательно. И иметь 3-4 развитых листочков. Каким способом мы можем посадить? Есть два вида. Даже не два, а много видов. Значит, вы можете посадить вот в такую тепличку, в такие ячейки. Можете посадить в торфяные таблетки, вот такого вот плана. Можете в торфяные горшочки. Есть, конечно, уникальный способ. Ссылку я вам дам. Мы испробовали ее на перце. Схожие здесь в этих отличные. То есть составляет порядка 100 процентов. Это вот в такую улитку. Ссылку я в конце дам. То есть мы уже это пробировали и поняли, что улитка, наверное, это самое перспективное направление. Грунт для рассады мы должны выбрать достаточно питательный. Ссылку на грунты я вам тоже дам. Опытным путем вы можете посмотреть ролик, когда мы вскрывали несколько сортов грунтов. И опытным путем пришли к выводу, что вот этот грунт один, наверное, из самых качественных. Прежде чем сеять семена, вы должны подготовить почву. Я понимаю, конечно, что у нас уже почва семейки готова, но тем не менее желательно бы ее обработать. То есть обработайте ее все-таки крепким раствором марганцовки и вода должна быть достаточно горячей. Помните о том, что грунты прожигать в духовке не стоит, так как вы убиваете азот, который содержится в грунте и тех самых полезных бактерий, которые способствуют нормальной флоре почвы. Это важно. Калибровка семян. То есть визуально оцените качество семян. Какие-то сморщенные или мятые семена сразу отбраковываете. Далее можно развести крепкий раствор соли и погрузить семена. То есть качественно семена опускается на дно, плохие семена всплывают на поверхность. Далее производим замачивание семян, стимуляторы роста. Можно природного происхождения, можно обычный. То есть те, к которому привыкли. Это пины и другие разновидности. Ссылку я дам. У нас тоже есть шикарный ролик. Мы рассказываем о всех действиях, каковы оказывает действие все стимуляторы роста на прорастание семян. Далее, что еще? После того, как семена проросли, проклюнулись, желательно провести закаливание семечек. То есть мы помещаем их в холодильник на 12 часов, потом помещаем в теплую среду и снова так делаем 3 или 4 раза. Это способствует вырастанию более достаточно крепкой рассады. Семена мы сажаем на глубину 2-3 сантиметра. Накрываем их тепличкой, желательно вот такой или пленкой, ставим в теплое место. Прорастает семена на 4-6 день. Температура для проращивания семян должна составлять 25-30 градусов. Как только у вас появятся росточки, пленочные укрытия мы снимаем, в теплице мы можем оставить вот в такой тепличке. Ночная температура должна составлять 18-20 градусов, дневная температура 25-30, ну 28 градусов. Место для рассады мы должны выбрать самое светлое и теплое. Не должно быть сквозняков, не должно быть очень яркого солнца, так как рассада у нас еще достаточно слабенькая. В течение роста мы должны один раз подкормить рассаду обязательно комплексным удобрением. Поливаем рассаду теплой водой. Температура воды должна составлять от 25 до 30 градусов. Подкорм к удобрению. После того, как у вас появится 2-3-4 листочка, проведите однократно удобрением для рассады. Однократно подкормите ваши растишки. Высадку рассады в грунт мы осуществляем в теплице 15-20 мая. В грунт мы высаживаем под пленочные укрытия где-то начало июня. Но я думаю, что я все вопросы по высадке рассады осветила. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok